Глагол «авуа», а именно его форма «а» из третьего лица единственного числа, тоже участвует в образовании конструкции, как и глагол «быть». Помните? «Се» оборот нам сделал глагол «быть». Для того, чтобы сделать конструкцию, в которой участвует «а», нам ещё нужно взять местоимение «иль», «он». Но «иль» часто используется как безличное, не конкретное подлежащее. Ещё нам нужно взять «и», и «грэп» читается «и», это наречие «там», «там», «туда». Это не просто буква. И после этого уже возьмём «а», форму от глагола «иметь». «Иль» и «а». Звук «и» оказался рядом с другим гласным звуком. И тогда он, как я говорю, съёживается до звука «и». И получается, что нужно это произносить «иль-я». «Иль-я» – это конструкция, которая нам поможет перечислить предметы. Мы можем её на русский язык перевести словом «есть». «Иль-я» не у кого-то есть, потому что подлежащее здесь не играет к смысловой роли. «Иль-я» – это тип предложения, который мы используем, чтобы перечислить наличие чего-то, каких-то предметов. В этой конструкции глагол смотрит на подлежащее. Он не меняется в зависимости от дополнения, потому что дальше мы будем добавлять дополнение. Что имеется-то? Причём дополнение нужно брать с неопределённым артиклем, потому что мы не должны рассказать про количество имеющихся предметов. А неопределённый артикль является и числительным один. «Иль-я» – «Иль-я» – «ин-ваш» – «есть корова». Неизвестно, у кого она есть. Мы этим предложением про это не рассказываем. Просто, например, «на ферме есть корова». «Иль-я» – «ин-ваш». Можно продолжить, может быть, несколько дополнений, может быть, слово во множественном числе. Илья не меняется при этом. Илья, ильваж, ильюн, можно слить, ильюн, брэби, брэби, э, здесь в открытом слоге. Илья, брэби, я искала слово женского жанра, которое нам бы здесь подошло по смыслу, это овечка. Союз и, мы здесь видим, союз, который соединяет слова. Илья, ильваж, ильюн, брэби, или э, тюн, брэби, есть корова и овечка. Давайте теперь сделаем вопросительное предложение с этим оборотом. Нам нужно делать инверсию и менять местами подлежащее исказуемое. Подлежащее Иль, сказуемое, это глагол А. У него есть еще дополнение, но мы его трогать не будем. Но есть еще Иль. И остается на своем месте перед глаголом. И будет начинать вопросительное предложение. Потом А. А после А подлежащее Иль, которое мы будем присоединять через букву Т, чтобы не было подряд гласных. Ё-то,-яльт,-яльт,-ялее тјеот,-яльт-яльт илине ваше и уния бриби? Продолжение следует...